А ведь от них требовалась сила и выносливость. О чём это я? А! Дело в том, что сегодня героиня нашей рубрики «Продукт дня» – каша ячменная. Да, и надо сказать, что относительно ячменной каши существует огромное количество очень интересных мнений. Например, то, что ячменная каша защищает от рака, способствует похудению, используется для лечения сахарного диабета и заболеваний желудочно-кишечного тракта. И вот сегодня мы с вами будем разбираться, какие из этих свойств правдивы, а какие вымышлены. Хочу задать неожиданный вопрос нашим зрителям. Кто никогда не пробовал ячменную кашу? Боже мой, как много! Как много! Вы никогда не пробовали ячменную кашу? Нет. Бедная девочка. Я не бедная. А вы слышали о ней? Да. От кого? От бабушки. От бабушки? Да. А бабушка предлагала вам ячменную кашу? Да. А вы что? Я сказала, что я не буду ее есть. Почему? Ну, потому что она некрасивая какая-то и вообще. Некрасивая какая-то и вообще? Ну, да. То есть вы едите только красивые продукты? Да. Так, кто еще не пробовал ячменную кашу? Никогда даже не слышали о ней? Нет, я слышала, но не пробовала. Почему? Ну, не удавалась. Не удавалась? Ну, как бы никто ее не делает из нашей семьи. Хорошо. Хорошо. Тогда другой неожиданный вопрос. А перловку любит народ перловую кашу? Вот. Любите, да? Едите перловую кашу? Да, ем очень часто. Полезно? Очень полезно. А ячменная? Ну, тоже полезно, но как-то никогда не готовили. Наверное, с детства не приучили. С детства не приучили. А как же гладиаторы? А надо сказать, что Михаил не просто так задал этот вопрос. Дело в том, что перловая каша и ячменная каша делаются из одного зерна. Они делаются из ячменя. Просто ячменная каша – это дробленый ячмень, а перловая каша – это ячмень шлифованный. И сегодня мы будем разбираться, что же лучше – ячменная каша или перловая, где больше полезных веществ и что для нашего организма предпочтительней. Перед началом программы мы отважились на интересный эксперимент. Мы накормили наших героинь, близнецов, Марину и Наташу, кашей. Только Наташа ела перловую, а Марина ела ячменную. Вот вы видите начало нашего эксперимента. Плюс вместе с кашей наши героини проглотили видеокапсулы, которые путешествовали вместе с кашей по желудочно-кишечному тракту. Самое время подвести итоги нашего видеоэксперимента. Мы приглашаем Марину и Наташу к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Как вам каши наши? Отлично. Прям отлично, отлично? Да, мы любим каши. Вы любите ячменную перловую кашу? Да, и не только. И гречневую, и овсяную. У нас больше половины студии вообще никогда не слышала о ячменной каше. Неправильно питаются. Как вы думаете, эти каши ячменная и перловая отличаются по своим свойствам? Думаю, нет. Одинаково полезны. Ну, давайте спросим у доктора. Давайте. Итак, сейчас прошло уже более получасного момента, когда вы поели кашу и проглотили видеокапсулы. Посмотрим, где же сейчас находится видеокапсула. У Натальи, которая ела перловую кашу, до сих пор находится видеокапсула в желудке. А вот у Марины, которая ела ячменную кашу, видеокапсула находится в 12-перстной кишке. Это означает, что процесс переваривания ячменной каши проходит быстрее. Поэтому надо вручить за лучшую усваиваемость ячменной каши золотую медаль. Совершенно верно. А также необходимо вручить еще одну золотую медаль ячменной каши за то, что она менее калорийна. Еще одну медаль. Мы вручаем ячменной каши за то, что в ней больше клетчатки, которая защищает наш желудочно-кишечный тракт от онкологических заболеваний. Еще одну медаль за более высокое содержание витаминов. Прекрасно. И, конечно же, золотую медаль за высокое содержание микроэлементов. Полная безоговорочная победа ячменной каши. Пятикратный чемпион. Да. А вам не кажется странным, девушки, что вроде бы это все сделано из одного ячменя, а ячменная каша настолько превосходит перловы? Кажется. А вам? Кажется. Как-то странно. На самом деле ничего странного. Дело в том, что сама технология приготовления ячменной крупы и крупы перловой отличается очень сильно. Дело в том, что перловую крупу шлифуют, ячменное зерно шлифуют и получают перловку. В то время как ячменную крупу получают путем дробления цельного ячменного зерна. И значит она сохраняет все витамины, все микроэлементы и большую часть клетчатки. Вот оно что. Ну а теперь вы знаете, чем ячменная каша отличается от перловой. А хотите узнать, какими свойствами обладает ячменная каша? Конечно. Мы вас приглашаем, красавицы, на викторину. Вы готовы бросить вдвоем вызов одному Сергею Агапкину? Готовы. Как они хором ответили. Прошу вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, нас ждет викторина в рубрике «Продукт дня». Я напоминаю, что мы сегодня говорим о полезной ячменной каше. Девушки, перед вами две кнопки. Красная кнопка ответ «Да». Сиреневая ответ «Нет». И вы отвечаете первыми. Ваши ответы комментирует наш постоянный эксперт в студии Альфред Равильевич Богданов. Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники института питания РАМ. Кандидат медицинских наук. Первый вопрос. Ячменная каша полезна для сердца? А посоветоваться? Мы думаем, да. Вы думаете, да? Да. Чем же? Чем я? Ну, мы поняли, что для желудка она полезна. А вот для тех... А чем мы узнаем у доктора, если это так? А если нет? Михаил, перестаньте уже пугать девушек. Они действительно правы. Дело в том, что у нас в крови циркулируют свободные жирные кислоты. Они достаточно опасны для нашего сердца и сосудов. Но наши клетки эти свободные жирные кислоты могут использовать в качестве топлива. Им только необходимое вещество, которое называется карнитин. Так вот, ячменная каша, она богата лизином, из которого организм синтезирует этот карнитин. И в результате этого количество свободных жирных кислот в крови уменьшается. А значит, сердце и сосуды более защищены. Да, действительно, это так. Кроме того, ячменная каша богата витаминами группы В, которые участвуют в регуляции, в том числе и нервной регуляции сердечной деятельности. Это также благотворно сказывается на работе сердца. Следующий вопрос. Ячменная каша вредна при артрите? Нет. Нет. А почему она не вредна? Этого мы не знаем, почему она нам так кажется. И вы снова правы. Дело так же. Ячмень очень богат кремнием, микроэлементом, который необходим для нормального синтеза хрящевой ткани у человека. В одной порции ячменной каши может содержаться 5-7 суточных норм кремния. Это очень важно. Это так? Да, действительно, это источник кремния, это источник целого ряда других микроэлементов, которые участвуют в синтезе хрящевой ткани. Ну, я бы сказал, что ячменная каша нейтрально относится к артритам, так как артрит все-таки это воспалительный процесс. И ячменная каша не может влиять на воспалительный процесс, тем не менее, в синтезе хрящевой ткани компоненты, которые содержатся в ячменной каше, присутствуют. Спасибо. Следующий вопрос. Ячменная каша полезна для больных с сахарным диабетом? Да. Возможно. Полезна. Полезна. Они все знают. Как все знают? Дело в том, что у ячменной каши очень низкий гликемический индекс. Это означает, что она достаточно медленно переваривается, и, соответственно, когда крахмал расщепляется до глюкозы, она очень медленно всасывается. В результате не происходит пикового повышения уровня глюкозы в крови, а, соответственно, для людей, страдающих от сахарного диабета, это очень важно. Действительно, это так. И, тем не менее, конечно, мы должны учитывать общее потребление углеводов в течение суток, так как ячменная каша является источником, хоть и сложных, но все-таки углеводов. И должна учитываться при, например, расчете дозы инсулина у пациентов с сахарным диабетом. Ну, а последний вопрос, я думаю, для вас будет легким. Легким. Личменная каша помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта? Думаю, да. При заболеваниях. Помогает, то есть лечит. Она же, как мы поняли из эксперимента, она очень быстро проходит. Помогает. Желудочно-кишечный тракт. Быстро. Как же она успевает лечить желудочно-кишечный тракт? А любая каша полезна для желудка. Ну, должен сказать, что это некоторое обобщение, тем не менее, девушки правы. Обволакивающие свойства любых каш действительно используются при лечении хронических гастритов, эрозивных поражений желудочно-кишечного тракта. Однако, заболевания желудочно-кишечного тракта бывают разными. И в ряде случаев те пищевые волокна, которые там в избытке содержатся, могут ограничивать применение. Например, при некоторых воспалительных заболеваниях кишечника. Марина и Наташа, вы большие молодцы. Во-первых, вы поучаствовали у нас в эксперименте. Во-вторых, вы правильно ответили на все вопросы. Приходите еще, мы вас ждем. С удовольствием. Спасибо вам большое. Прошу вас.